В настоящее время огромное количество случаев заболеваний связано с заболеваниями жителей городов, которые заражаются и на провинциальных участках, и на непосредственном лесопарковой парковой зоне городов. Лесные жители подвергаются опасности не меньше, чем было раньше, но в структуре их доли уменьшилась. Второй очень важный момент, который необходимо учитывать, что если раньше считалось, что иксодовые клещи, прежде всего для вас в Сибири больше всего важны таежные клещи по латыни иксодовские сферсулькации, потому что именно эти клещи, которые здесь превуалируют, то есть и самая высокая численность в ряде случаев, вот как, например, в окрестности бактериумы, это практически самые распространенные, доминируют везде самые агрессивные клещи, он передают они только клещевой энцефалит, то теперь известно, что они одновременно передают 6 инфекций. Это привело к чему? К тому, что если раньше считалось, что против клещевых инфекций есть специфическая профилактика, то есть можно было вакцинировать, там можно спорить о эффективности вакцинации, но все-таки это признавалось и признается, что в отношении клещевого энцефалита прививки есть, их необходимо делать. Но инфекции-то оказалось 6, 4 из этих инфекций, там они будут показаны, уже вошли в медицинскую статистику, и больше того заболеваемость теперь больше и выше именно на вот этими инфекциями, а не клещевым вирусным энцефалитам. Хотя клещевой вирусный энцефалит, поскольку вирус не лечится антибиотиками, остается наиболее тяжелой инфекцией, с отгенерно-паралитического характера, но все равно остальные инфекции тоже опасны, а главное, против них нет специфической профилактики вакцинации и не будет, потому что в природе хороший протективный иммунитет не образуется. Человек, допустим, переболел, он на будущий год может опять заболеть. Соответственно, в таких условиях вакцину высокоэффективную создать трудно. Там максимум 50% эффективности для вакцины, это, конечно, ничто. Третий важный момент, что происходит расширение изменений ареалов, то есть места питания клещей переносчиков. Они как бы, таежный клещ, как бы движется на запад. Вообще, таежный клещ, надо сказать, он распространен от наших самых восточных границ, то есть от Приморья и до Московской, Псковской, Ленинградской области. Вся Европа имеет распространение близкого клеща, внешне даже очень похожего, так называемый лесной клещ. И вот в районе где-то Московской области, Псковской области, Тверской области происходит симпатрия ареалов. То есть вот на западе лесной клещ, на востоке наш таежный клещ, сразу скажу, самый крепкий, самый устойчивый, потому что он формировался в условиях резко контентального клеща. И вот в европейской части Российской Федерации они как бы наслаиваются друг на друга, и в Московской области можно поймать и лесного клеща, и таежного клеща. У вас только таежный клещ, лесной клещ до Урала не доходится, соответственно, и после Урала. Значит, ареалов, то есть где они распространены, очень широко. Здесь зарисована практически, вы видите, чуть не вся карта Российской Федерации, но здесь зарисованы регионы, которые считаются эндемичной по клещевому верстному нацифалиту. Если бы изобразить территории, где есть клещи, а где они есть, всегда есть заболеваемость, еще нет ни одного случая, чтобы нашли клещи и исследовали их, и в них возбудитель бы не оказалось. Есть разница, какие возбудители, но не бывает. То граница опустится немножко к югу, то есть субъект Федерации, то он эндемичный, но не на всей территории, и с юга. На севере не хватает тепла для прохождения цикла развития, для меня на эту тему еще курсовая работа была в университете, а на юге им слишком сухо. Ученые-эпидемиологи, те, которые работали над этой проблемой, считают, что всего угрозы заражения в Российской Федерации находится около 30 миллионов. Вот здесь написано, что в 2013 году по официальным данным пострадало 410 человек, а в 2013 – 510 тысяч человек. Строго говоря, по санитарным правилам называется клещевой вирусный энцефалит. Во-вторых, иксодовый клещевой боррелиоз. Вот здесь он обозначен как боррелиоз, заболеваемость которого на первом месте по количеству случаев Российской Федерации на первом месте боррелиоз. Если захотите, я вам там потом о нем подробнее расскажу. Это заболевание чем легче пищевой вирусный энцефалит, тем, что он лечится антибиотиками. Поскольку возбудитель боррели, спирохета, похожие на возбудители сифилиса и, соответственно, некоторые признаки тоже похожи. Ну и более редкие заболевания, но вошедшие уже тоже в медицинскую статистику – аноклазмоз и релихиоз. А перейдем к профилактике. Это первая борьба с популяциями в открытой природе. Если бы мы могли, то сами понимаете, вы можете сказать, а почему наша дезинфекционная служба не может уничтожить клещей в открытой природе? Ну, к сожалению, не может. Но все-таки это было бы самое желательное при условии сохранения чистоты окружающей среды. Второе – это индивидуальная защита. Типа, если мы не можем уничтожить окружающей среде, то нужно защитить непосредственно самого человека и смириться с тем, что мы живем в среде, где обитают клещи. Ну и третье – это может не направление, а просто обязательное условие всего этого – санитарно-посветительная работа. Потому что все – и обработки окружающей среды, чтобы люди это правильно понимали, и индивидуальная защита. Если мы не научим население, мы не научим людей правильно к этому относиться, правильно выполнять требования этого, у нас ничего не получится. То есть совсем вот таких каких-то чудодейственных средств, типа поставил точку на лоб и ты обезопасен, таких нет. Они мало того, что вообще устойчивы к клецидру, то есть вещества убивающих, они еще находятся глубоко в подстилке. Они никогда не выползают сразу, если бы они сразу все выползли, допустим, в какой-то период, можно было бы обработать и отсечь популяцию. Они выползают маленькими частями. Насчет этого есть очень хорошие качественные научные работы. То есть в июле, в начале июля может появиться клещ, который первый раз выполз за сезон. Вот. А вы обработали, и у вас уже действие кончилось, а тут он выполз. То есть нет вот этого акарицида, который давил бы их. А естественно бесконечно проводить обработку дорого. Ну на первом месте репеллентные средства, которые уже в голову и ученых, и людей вошли, и люди продолжают твердить репеллентные средства. А мы практически сейчас уже против них поступаем. Почему? Потому что наука двинулась вперед, есть более эффективные средства, и уже, строго говоря, подумывали бы, не запретить ли репеллентные средства для защиты от клещей, потому что они малоэффективны. Но в настоящее время все-таки аэрозольные упаковки, имеющие высокое содержание диетилтулаамида, это сокращенно самого эффективного нашего репеллента, мы все-таки рекомендуем для защиты от клещей. При этом, как у нас согласовали это с Роспотребнадзором, пишем фразу, следствие не обеспечивает полную защиту от клещей, будьте осторожны. Но, к сожалению, и в программах телевидения, и в книжках и выступлениях, у многих, так сказать, людей мало что у меня давно, в программе с возмущением, конечно, смотрела, потому что они ориентируются на интернет, все-таки не спрашивают специалистов. Репеллентные средства, это уже в прошлый век, эффективность их ниже. Акорицидные средства, то есть средства отражающие клещи. Ну и вершина всего, это защитная одежда. Почему защитная одежда? Потому что, когда мы говорим о применении акорицидных средств, я о них еще несколько слов скажу, мы все-таки подразумеваем, что человек еще свою обычную одежду правильно приспособил под эту защиту. А в защитной одежде выполнены все элементы так, чтобы человек был правильно одет, не надо уже ему ничего объяснять, не надо его проверять, а, к сожалению, правильно выполнить. Мало кто может, это надо глубоко понимать, все процессы, которые, как клещ нападает и так далее. А там все это предусмотрено, и плюс химический способ защиты, за счет акорицидных средств, нарисованных синим. И в результате обеспечивается практически стопроцентная защита. Иностранные средства, ну, в общем, как я сказала, если захотите, я вам расскажу. То есть эти баллончики производят в достаточном количестве отечественной промышленности. Вот. Теперь почему вот эти успехи? Появилась другая химия. Вот в прошлом веке у нас были сначала хлороорганические снижения, потом фосфороорганические снижения. И у этих соединений какое свойство? Они убивают клещей достаточно хорошо, но убивают очень медленно. То есть вот метод утвержденный был такой, ты вот по воздействию на клеща, а проверим, мы стоим через сутки. Вы понимаете, для защиты человека сутки это ничего, потому что за сутки клещ 10, 20, 30 раз присосется, вирус клещевого энцефалита доказано предается в первые 5 минут, клещевого баррелеза медленнее в первые часы, но все равно, то есть мы должны не допустить присасывания клеща. Нет присасывания, нет проблемы. Вот, а если есть, то, соответственно, были отрицательные исключения, что если вы вот старую публикацию откроете, 20 века, то будет написано, что ахрициды неэффективно применять на один. Ну все, соответственно, правильно было для хлороорганики и фосфороорганики. А в конце 20 века, ну, прогресс немножко медленнее идет, появились вот эти соединения перитроиды, они, самая основная их масса, вот такой вот структур, кислотная спиртовая компонента, такого типа и тофа, разные радикалы. Когда он соприкасается с этим ахрицидом, вот с определенной структурой, у него наступает паралич конечностей, и он не может держаться на ткани. Вообще, плеч на ткани держится очень хорошо. У него 8 ног, на каждой лапке такие присоски, пульвилы называются беленькие, их даже невооруженным глазом можно отсветить, что что-то такое беленькое на самом и он вот этими присосками, 8 лапами прицепляется, может ползти по потолку. Мы пробовали найти такой материал, чтобы он не мог по нему ползти. Ползет по любому материалу. И там стекло, резина, пробовали все микрофибры, ползет по любому материалу. А вот при соприкосновении с этими веществами, у него наступает состояние нокдауна. А клещин, у них возникает повышенная жажда кровососания. Они начинают присасываться к рукам, чего в норме не происходит, они даже могут к тесту, по-моему, этому из ткани присосаться и прямо видно, как он гипостом протыкает эту ткань. Ну, она достаточно редкая и вот они к гипостому туда входят. То есть повышенное стремление присосаться перед тем, как погибнуть. Соответственно, это категорически нельзя. Я вот на этом очень твердо стою, меня поддерживают и все специалисты нашего института. А вот американские средства как раз на этих веществах особо такое соединение пермитейн. А мы рекомендуем применение на месте ВТН-3 радикала ЦН, ЦАН-группа так называемая. У этих клещей принципиально иной тип отравления. И еще до того, как он ползет, если его попробуют посадить на животное, он не может присосаться. У него трясутся конечности, он пытается произвести вот этот процесс присасывания, но мышцы, связанные с процессом присасывания, это сложный процесс, тоже если сходить тело, о нем потом подробно расскажу. Он не может его осуществить. Ну, а вскоре он уже не может держаться на ткани. А следующий этап, это его гибель. Вот, то есть удалось вот эту вот группу веществ, и мы категорически настаиваем, что именно эта группа веществ должна применяться. Вот, ну это костюм, биостоп, энергоконтракт, это разработка совместная нашего института, вот, и фирма энергоконтракт. Начинали как бы с нуля, ну вот нам удалось ее, значит, осуществить. Постарались сделать максимум безопасности, надо сказать, что любые вообще оценки, которые проводятся в институте как аккредитовая организация, они, конечно, сопровождаются и химией, химико-аналитические исследования, чтобы всегда можно было подтвердить, что это образец. Потому что, например, вот та обработка, которая есть в костюмах, она ни по запаху, ни по цвету, она ничем не отличается. То есть нюхай, нюхай, в данном случае использовано зарегистрированное в российское соединение отечественного производства как средство. Действующие вещества все у нас иностранные, к сожалению. То есть все это завозится из-за границы. Используется там соединение такой циперметрии, а в нашей стране только производится концентрат эмульсии, который зарегистрировано. Ну, наверное, представляете, достаточно частая для нас ситуация, к сожалению, синтезом сейчас плохо на нашей территории, зато хорошо в Китае, в Индии. Вот. И, значит, по специальной технологии, которая является ноу-хау фирмы интернет-контракт, обрабатывается эта ткань. И в результате получается ткань, которая обладает гораздо не сильнее действия, чем аэрозольные баллончики. Действие такое же, мы вот ускорить наступление нокдауна больше не можем, но гораздо более длительное. Потому что что происходит в результате обработки из аэрозольного баллончика? На поверхности микрокаплики, которые в основном вот на... это мы под микроскопом смотрели, под пинокуляром, прицепляются к ворсинкам одежды. Поэтому действие аэрозоля очень короткое. То есть намокание, стирка, просто время проходит, и действие быстро аэрозольного баллончика кончается. А здесь ткань, которая, говорят, специальные технологии, она вся как бы пропитана. И токсикологи разрешили применение этой ткани на одежду, потому что были разрешены даже аэрозольные баллончики, которые насквозь применяют. Но энергоконтракт все-таки принял решение сделать еще большую безопасность. Значит, не вся ткань, а только определенные участки обработаны. И на этих участках еще есть подкладка. И химики приборами доказали, что на подкладке действующие вещества ниже уровня определения находятся. То есть с кожей не контактируют с этим веществом. Еще раз подчеркиваю, не так, что висус нет. И эти вставки так расположены, что куда бы клещен ни попал, он обязательно по ним проползет. Поэтому я как раз проверялась. Если кто-то сможет подразить, будет он очень рада. Так, чтобы этот висус да, он попадет, значит, он не проползет по этой обработной части. Ну, фактически только по швам. Вы можете разглядеть, какие участки обработаны. В некоторых вариантах костюмов есть некоторые очень небольшие изменения, но в сущности принцип один. То есть куда бы клещен ни попал, он проползет. Для чего сделаны ловуши? Вот эти вот складочки, которые вот так отходят. Дело в том, что нормативный показатель при хорошем действии, который вот обеспечивается, мы это гарантируем, клещ при попадании вот на обработную ткань должен проползти менее 50 сантиметров и удержаться на ткане менее 5 минут. Он обеспечивает безопасность. Вот, но иногда, особенно в верхней части одежды, хотя туда клещи реже попадают, они все-таки снизу ползут вверх, но все-таки такие случаи бывают. Необходимо как бы удержать клеща, не дать ему даже 50 сантиметров проползти. Поэтому сделаны такие складочки. Значит, перед вот этой вставкой, мы их называем ловушками, клещ проползает по отравленной полоске, он заходит туда в складку, ему кажется, что это вершина, ну потому что вверх-то он ползти не может, и он начинает двигаться вдоль, как бы ища куда ему вверх. И вот пока он двигается вдоль, а часы-то уже запущены, то есть акорицид начинает проникать через кутикулу. Вот у нас в чем проблема. Мы не можем ускорить скорость. Почему не можем? Концентрацию увеличить. Мы увеличиваем концентрацию, а эффект скорее не наступает. То, что медленно скорость проникновения мы уж пробуем нанотехнологии применить, пока все равно не удается. И вот он ползет вдоль, время-то отсчет идет, а ввысь он не подымается. Поэтому ловушки эти, мы неоднократно это для себя доказывали, есть смысл их делать. Ну и в результате испытаний основной наш указатель по ГОСТу в 2013 году подтвержден ГОСТ. Одежда специальная, от вредных биологических факторов, насекомых и паукообразных, клещи относятся к паукообразным. Основной показатель – коэффициент защитного действия. То есть строго говоря, сколько клещей проникло бы к телу, если человек находится в обычной одежде, ну правильно, заправленной. По отношению, сколько клещей проникло бы к телу, если человек находится в защитной одежде. Он может и по спине оползти, и в какую-то складку. Это вот факт, что как бы мы друг друга не осматривали, все равно если численность высокая, ты выходишь из леса, там допустим на дорогу, осмотришься, несколько клещей себя снимешь, потом придешь домой, как положено по правилам, разденешься, осмотришься, там душ примешь, еще обнаружишь, а потом бывает, что ты сидишь уже в столовой, обедаешь и бац, еще найдешь. Потому что волосам, допустим, в тех же, можно не усмотреть. А работающий человек, это вообще исключено. Потому что осматриваться на наличие клещей нужно каждые 10-15 минут. Потому что за 10-15, в некоторых инструкциях, в устаревших, написано каждые 2 часа. Но знаете, за 2 часа он вам сколько натворит? Что это толку не будет. При их высокой температуре клещ за 10 минут может. Он в ботинка, доползти до головы, двигается достаточно быстро. Вот я думаю, может, он что-то отбухнует. Да, это точно клещ. Самый натуральный. Иксодовая самочка. Еще и самочка определили. А как вы видите, мальчик это или девочка? У нее маникюр цвет. Вот самка, смотрите. Здесь-то. Нет, она не впилась, но они очень такие цеплючие. Светом отличается. Да, сейчас. У нее, видите, сверху такое оранжевое брюшко. Это то, что будет растягиваться при питании. После питания она будет вот такая вот, как верхняя. Потому что ей питаться кровью. Она может отложить яйца только в случае напитывания. Голодный клещ самка весит около 2 миллиграмм. А с этой самка 200-300 миллиграмм весит. Вот самец, вот самочка. Мы сейчас еще поймаем и будем сажать. Самка, вот это больше, да, которая больше, это самка? Это самка. А поменьше самец. Вот смотрите, я нажимаю на то, что вот у нее хоботок. Ты видите, он расстраивается. Из трех частей. Кто-нибудь видит? Ну, не так легко увидеть. Вот, из трех частей. Ну, сейчас будем сажать на костюм. Вот. Это я вам просто хотела показать. Я ее спокойно кидаю, ребят, потому что мы все в защитной одежде. Не волнуйтесь, ничего не случится. Теперь это, как его называется? Давайте мы одну тряпочку расстелим и ногами кто-нибудь. Давайте, на нее, ну, давайте на Наташе. Вот. Да, почему мы на белую тряпку? Чтобы видно было, как они падают. Ой, а самочка поднимает. Сейчас, может быть, я, Наташа, не трогай ее, сейчас я ее посажу. Себе на костюм. Ну, давай я только этот, как его называют. Я хотела пинцетики, я пинцетикам лучше подсаживаю. Видите, они как тяжело это. Ну, вот сюда. А вот же у нее туда ползет. А вот уже есть. У кого секундомер? Давайте включаем. Самочка должна обогнать самца, в принципе. Она побыстрее немножко ползет. Ну, вот сейчас мы секундомер включим. Давайте начнем этого самого. Бега. Включайте. Вот. Конечно, она, это, как он называет, быстро и очень хорошо идет. Самочка гораздо быстрее идет. Да, смотрите, видите. Вот, она очень быстро, конечно, прошла. Для чего вот существуют эти ловушки. Но все равно она должна показать показатель. Вот, вот видите, ни цветом, ничем не отличается, ни запахом. Видите, что уже с мальчиком творится. Вот, они движутся сначала вверх, потом они резко начинают тормозить, немножко вниз, видите же, падают. Ну, мальчик что-то, да. Ну, он уже отравился. А девочка крепкая, да, да. Она может так выйти, что она в ловушку войдет. Я просто, знаете, сейчас не хочу, чтобы мы все-таки видели, чтобы она поднялась. Чтобы видно было, как она упадет, да. Уже похоже все. На самом деле только 57 секунд прошло. 59 секунд. А должно сколько? До 5 минут, поэтому достаточно. Так, а тут-то отпал уже, что ли? Нет, он в карман куда-то залезет. Самец-то где? Вот сюда, в карман залезет. А, вон он, вон он. Но он уже тоже там что-то с ним. Ни один не останется жив. То есть там просто время, вот сейчас всего минута 20. Самое главное, что с ними первое происходит, у них эта челюсть парализуется. Да, сначала они не могут присосаться. Вот сейчас, допустим, я его сниму, на кролика присажу, он уже не сможет присосаться. Но она еще может держаться на ткани. А потом она не сможет держаться на ткани. Ну, минута 39. Вот для чего ловушки сделаны. А ткань копита только в ловушке, получается? Нет, не только в ловушке, еще вот этот вот отрезочек тоже пробит. Вот, смотрите, смотрите, смотрите просто, чтобы, видите, она как себя ведет уже неадекватно. Еще ничего ползет. Что? А минуты 57. Вот нам хочется, чтобы показатель был типа минуты 50. Мы сейчас пока стоим, по нам уже там ползаясь, десяток, наверное. Вот, главное нам, вот, посмотреть, как она в ловушечку войдет. Мальчик упал, кстати, если чтобы вы посмотрели. Да, мальчик уже там. Мы его... Нет, он же тут сидел. Нет, он упал только что. Он раньше всех залез, следил. Вот он. Да, да, она заползает. Вот, ну давайте мы за самкой следим. Вот она крепкая попала, 227. Молодец. Вот, но ловушку она не перенесет. Она из ловушки... Вот сейчас, Наташа, сюда выпадет, потом дверно было. Давайте я... Это самое. А подо мной ткань. Я вас прошу, вы как-нибудь это... Вы видите, сколько тут много? Вы чуть сейчас... Мы можем, ребят, мы можем сразу пять штук посадить. Тогда как бы не менее. Два ползет уже? Да, две. Два ползет уже. Давай, с ребятами, пока. Здравствуйте, да. Ну, Саш. Ну, нафиг, он ползет у человека. Я все, писаться буду. Вон она, все, ползет. Вон она, все. Ты вот так закручь, потому что она не сможет. Сейчас она оттуда выпадет. 3.15, я сейчас должна падать уже. Ну, как всякие люди, бывает иван подобное, а бывает и слабак. Так и клещи, конечно. Поэтому, когда создается нормативный показатель, нет, это не клещ. Это, когда создается нормативный показатель, то проверяется, конечно, большой. Еще не упала. Ну, вот такая гребенькая попала. Она там. Там, да? Да, Наташа. Мы ее видели там, да. Да. Вон она, уже, видите, вниз. Она уже не все. О, бац. Вон она. Вон она. 3.50. Ну, она что, не совсем было. Вот, это крепкая самка. 3.50 выдержала. А вот тут, скажите, что она еще. Я как бы так остановлюсь. Да нет, он уже это. Нет, нет. Ну, что, давайте прямо несколько посадим. Она все уже никуда не меняет. Можно на любого посадить. Вот они отпадают, они еще ползут, они могут ползти. Но, как Наталья Игоревна говорит, их... Вот, который упал, он еще по горизонтали может ползти. Но сколько бы... Не, вот он загибается уже. То есть, что он не может по вертикали. Вот отравление постепенно. Сначала аппарат для присасывания, потом вот эти вот присоски поражаются. Ну, как обычно, как развитие любой болезни у любого организма. И тот еще ползает. Вот. И еще, если хотите, можно на меня посадить. Пока месяц только с условием, что будете на меня смотреть, потому что меня не отпадет. Просто просто, пожалуйста, вот если, допустим, на голое тело, вот на голую поверхность кожи посадить клеща, как быстро он присасываться начинает? Вот, про это несколько слов хотела бы сказать. В общем, ученые подтвердили, что клещ может не присасываться достаточно долго. Я говорила, что он ищет место, где бы он мог 6-7 суток. Считается, что в среднем около 30 минут он ползает под одеждой. Но вот на голове бывает, что через сутки... Вот ты вчера... Что тебе помочь? А сегодня ты не присасавшегося клеща у себя в волосах можешь найти. Такое вот случается. Вот. Но в целом считается, под одежду проник 30 минут. Так вот я все время говорю, эти 30 минут это та фора, которую дана человеку, чтобы он этого клеща увидел. И поэтому этот показатель никак нельзя ухудшать. Все. Упал? Ну, не упал, но уже все. Уже никак. Ну, все, он сейчас уже упадет, наверное. Я его гнулить не могу. Все. Ну, сейчас еще одного поймаем. И уже плохо. Все, отваливается. Все, отлично. Отпал, да? Угу. Жень, ты пробегись, подпроведуешь. Мы только с самца, надо самку. Жень, поймали. Сейчас я не спал. Что подсаживаться будем? Да, мы сейчас будем снимать секундомером. это же еще не обработанная ткань выше она да ну по идее да так осторожно не шевелись сильно от меня фокуса хоть вот сейчас этот отрезок пошел на да тут разбежался опа ты его уже до ногдаун да он уже по мне еще один путь вот там что ловушка да нет там карман он дохнуть все равно вот здесь только на этой зоне нужно значит мы ее подсаживать будем честно договориться можно я тоже с тобой давай конечно заползает зону теперь все подпрыгнули снимаю ты что загнул капюшон стоишь как додик так еще раз снимаю так еще раз так там наш плесь доползет почему он сейчас как раз же в этой зоне все перепутал так вы посмотрите туда куда собираете вкладки у меня смотри колечко получается еще одну обалдеть а что мы здесь делаем что мы здесь делаем ну на рот так снимаем и Наташа ты проверь все флаги на дорогу прям разложи что не дай бог это кто? это где? это где? это где? это где? это где? а так куда будем подсаживать? вот сюда да в тебя остаток да? да с какой целью? да тоже на тебе ползает а где секундомер нужен вам? нужен да ну да я очень классно помню когда я вас дайте мне пищу вот там три есть вот здесь жирный есть и вот этот плеч Наташи отдай мне скажи чтобы она вот так и не делала вниз то ползет это все да? он уже помирает? да не хочет а где он? я тут не вижу ну вот где то я его снимаю в кадре в кадре есть? это не я ну вот и пускай туда не пойдет а вот он все отвалился ух ты тут сразу несколько вон они оба а не хватит стоп рядом с боком опа темно-красный красный вот это